Приветствую, друзья, на библейском портале «Экзегет» ответы на ваши вопросы. Часто цинизм становится профессиональной особенностью. Как этого избежать? Часто, но трагично. Это все-таки повреждение и поражение человека, если он в деле своего служения, то, чем он призван, так сказать, оправдаться пред Господом, то, чем он призван проявить любовь свою к Богу и ближнему, это же наше служение, дело, работа, которая нами совершается. И он как раз ею пренебрегает, в ней неусерден, и это состояние профессионального выгорания или оскудения какого-то усердия внимания отражает охлаждение души, какое-то сердечное равнодушие к ближним своим, как правило, но и к самому Богу, поскольку Господь требует от человека жизни в струночку, требует максимальной реализации того серебра, которое даровал нам в виде талантов, не для того, чтобы мы его взрывали в землю, а чтобы приумножили. Другими словами, все силы души нашей и все наши земные возможности, живя в теле, мы призваны употребить на служение, на исполнение своего дела. Это и дело родителей, это и дело служителей, и священнослужителей, и служителей при столах, и служителей швейного дела, и служителей государственной власти. Все это лежит совершать со страхом Божьим, совершая свое спасение в вечности, в том числе своим делом профессиональным. Это прекрасное основание для нашего помилования. Это, если хотите, подлинное подтверждение своего раскаяния. Человек, искренне кающийся пред Господом, неизменно старается не только переменить образ мыслей своих, но и в собственном служении, в делах, воспринимая их для начала даже как эпитемию, то есть воздаяние добром за то зло, которое сами мы причинили ближним и самим себе своими грехами. Потому отношение к делу неусердное бесконечно делает человека жалким. Жалко человека, который большую часть жизни своей профессионального служения выполняет это с каким-то пренебрежением, с небрежностью, с нежеланием услужить и наилучшим образом обслужить, утешить, выполнить свое дело для того, кто в нем нуждается, для того, к какому делу он принадлежит. Нам известна даже и восточная мудрость современных предпринимателей. Например, такой известный создатель многих великих холдингов, фирм трансконтинентальных Мансусито Коносуки написал не одну книгу о идеологии бизнеса и пишет, что только те сообщества профессиональные, которые объединены общей идеей и усердием каждого большого и маленького сотрудника к достижению не просто материальных результатов, а к решению какой-то народной задачи. Только такой бизнес по-настоящему будет успешным и развитие, и участие в нем будет плодотворным и полезным и для самих исполнителей. Потому надо прилагать усилия, надо исполнять дело с усердием. У нас в институте творческом, где я получал свое первое образование, была замечательный хореограф, испанка по происхождению, которая говорила, что самое мучительное — это в полсилы репетировать, разучивая какой-нибудь танец. Она ставила наши танцы дипломного спектакля. Если ты делаешь это, пребываешь на репетиции без сердечного внимания, без усердия, без старания, то часовая репетиция может показаться бесконечной, а к тому же и почти бесполезной. Но если ты со всем усилием творческого внимания включаешься в это дело, то ты и два, и три часа не заметишь, как пролетят, исполняя с усердием то, что относится к делу постановки, хореографического какого-то замысла. Очевидно, это распространяется, этот закон, и на все наши труды. Когда они становятся прекрасными и желанными для самого исполнителя, тогда, когда потерпит несколько состояний подмастерья и будет стремиться приобрести мастерство, тогда происходит восхождение по той самой лестнице, которая актуальна и для духовной жизни. От трудного к легкому, от легкого к привычному, от привычного к прекрасному. Ты должен претерпеть не один, быть может, и десяток лет некоторого усердия собственного и преодоления тех сложностей, которые стоят на пути исполнения всякого полезного и хорошего дела, для того, чтобы войти в меру подмастерья, а потом и мастера в своем деле. И тогда само дело будет тебя питать, и не только материально, но и душевно. Ты тогда уже будешь максимально хорошо исполняя свое дело и сам пребывать в постоянной радости своего служения. Именно к этому нас и Господь ведет. А как раз цинизм — это всегдашняя болезнь самолюбия, гордыни человеческого самоцена, нездорового, душевредного, который собственную душу, как лягушка, раздувает мнимым собственным величием, а в отношении ближних это проявляется пренебрежением, унизительным отношением к окружающим. Не зря говорит Господь о таких людях. «Огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Это чувство самодовольства погубило иудеев. Это чувство самодовольства и сейчас губит тех, кто выполняет дело свое без любви, без стремления к совершенству в его исполнении. Потому учащиеся, пускай учатся с усердием, раздающие раздают с сердечной теплотой, строящие строят максимально безупречно, чтобы стояло здание, как и здание души нашей и жизни нашей, и не поколебали его никакие ветры и наводнения, никакие несчастья и скорби нашей временной жизни. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!